МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно указу, подписанному губернатором Свердловской области Евгением Куевышевым, все, кто прилетают в регионы столицы, а также из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской области, обязаны самоизолироваться дома на две недели. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у шестерых уральцев. Число инфицированных выросло до 111. Что нужно знать каждому жителю Свердловской области о коронавирусе и о том, как себя защитить? Сейчас свяжемся с Анной Косовой. Это кандидат в медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организацией госсанэпидслужбы УГМУ. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в Свердловской области? Мепид-обстановка области относительно стабильная. Конечно, каждый день происходит подтверждение новых случаев, но при этом частично этот рост обусловлен увлечением количества тестирований на вирус. Самое главное, что нет взрывного характера роста заболеваемости. Но по количеству случаев, выявленных на всей территории Российской Федерации, мы не в лидерах, мы где-то в третьей десятке. Это, конечно, отнюдь не повод пренебрегать комплексом противопедемических мероприятий, так как пока нет оснований утверждать, что мы достигли пика заболеваемости. Педемический процесс непрекращен, он продолжает развиваться. Если говорить людям, которым не предписано строго сидеть дома, это не контактные люди, не люди, заболевшие, отболевшие, просто люди, которые сейчас не ходят на работу, насколько важно такой категории граждан соблюдать правила самоизоляции? Надо помнить, что мы сейчас находимся в период развития пандемии. А спасение от пандемии в системе и в порядке, в неукоснительном соблюдении тех ограничительных мероприятий, которые сейчас реализуются. Бытует сейчас мнение такое, что... Ведь страдают от заболеваний в основном пожилые люди, наиболее опасно для пожилых людей, остальные переносят в легкой, в стертой форме летальность практически минимальную. Это неправда, это не так, далеко не так. Умирают все. Умирают возрастные категории совершенно разные. В каждой возрастной категории возможен летальный исход. Вопрос только в каком размере. В принципе, во всем мире уровень летальности составляет порядка 7%. Наибольший уровень летальности отмечен в Италии и Великобритании – это 13%. В Российской Федерации пока, благодаря тем мерам, которые реализуются, это менее 1%. И в Свердловской области радует, что на сегодняшний день ни одного из наших земляков медики не потеряли. В настоящее время все живы. А если вы хотите выйти куда-то, прогуляться, вам надоело сидеть дома, давайте прикинем такую арифметику простую. Вот 7 примерно процентов в мире уровень летальности. У нас в Свердловской области порядка 4 миллионов 300, где-то так. Готовы ли вы, выходя на улицу, взять на себя ответственность за то, что кто-то, даже вам незнакомый, умрет? И это количество, если посчитать 7%, может составить в итоге порядка 300 тысяч человек. Готовы ли мы, конкретно каждый из нас, взять на себя ответственность за смерть 300 тысяч человек? Лично я нет. Поэтому принцип самоизоляции должен соблюдаться. Можно ли в такой ситуации, как сегодня, строить какие-то прогнозы по распространению коронавируса именно в Свердловской области? Конечно, можно. И математики этим занимаются, и модели есть такие, и зарубежный опыт, и отечественный опыт позволяет моделировать. Но все упирается в то, насколько точно и неукоснительно будут выполняться все те мероприятия, которые разработаны Роспотребнадзором. И во всех странах мира более-менее показали себя эффективными. К сожалению, на данный момент времени у нас нет возможности воздействовать на третье звено эпидемического процесса, а именно у нас нет вакцины, чтобы защитить всех людей. Единственный способ воздействия сейчас – это разрыв механизма передачи возбудителя. Этого можно достигнуть только массовой самоизоляцией, чтобы прикатилась передача возбудителя. Потому что аэрогенные инфекции характеризуются не цепочечной передачей, то есть от человека к человеку, от одного к другому, а они характеризуются веерообразной передачей. Один человек заразить может многих. Как Вы оцениваете шведскую модель, когда нет изоляции, есть путь, давайте переболеем? Ну, они уже отходят от этой модели, потому что она показала абсолютную свою несостоятельность. Уровень заболеваемости очень высокий, но самое главное, что летальность растет. И на фоне других государств с такими же исходными параметрами эпидемиологическая обстановка гораздо хуже. И потом, это уже вопрос ведь морали. Опять же вернусь к тому, что мы готовы пожертвовать кем-то из своего окружения, какими-то людьми, и нам сложно посидеть немножко, себя немножко ограничить, чтобы выжили все. Или мы готовы прямо так сказать, что, а вот эта часть населения, пусть она все равно в зоне риска. Ничего с ней, какая разница, остальное выживут. Мы с точки зрения морали себе это позволить не можем, поэтому... А насчет модели шведской, Великобритания же тоже пошла по этому пути изначально, но очень быстро они вернулись на путь самоизоляции и всех ограничительных мероприятий. Они в разных странах, в разной форме применяются, но везде теперь вынуждены прийти к этой мере. Большое вам спасибо. Сейчас говорили с Анной Косовой. Это кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организации Госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета. И она еще раз подтвердила, что сейчас наше спасение именно в самоизоляции. А сейчас выходим на связь с Галиной Александровной Свириной. Это врач-эпидемиолог медицинского центра Ситидок. Галина Александровна, здравствуйте. Как меня слышите? Здравствуйте. Я вас слышу хорошо. Поясните, пожалуйста, если говорить о людях, которые приехали в Свердловскую область, то сейчас вот какой порядок, каким правилам они должны следовать? Ну, это будет зависеть от того, откуда приехали эти люди. Те контингенты, которые прибывают из-за рубежа, уже с февраля месяца Состояние их здоровья контролируются поликлиническими службами лечебных учреждений города Екатеринбурга. Ну, я полагаю, наверное, по всей Свердловской области такая же организована работа. По прибытии устанавливается за ними наблюдение в течение 14 дней от даты выпытия из страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. По окончании 14-дневного периода наблюдение прекращается, если эти люди остались здоровыми. В процессе наблюдения двукратно берется анализ на коронавирусную инфекцию, первый день наблюдения и на десятый день наблюдения. Губернатор Свердловской области сказал о том, что необходимо контролировать и состояние здоровья людей, которые прибывают в регион из Москвы, Московской области и Центральной России. Это значит, что они примерно тем же правилам сейчас будут следовать? Ну, на сегодня у нас пока действует предписание Управления Роспотребнадзора, и мы контролируем состояние здоровья и исследуем лабораторно лиц, прибывших из Санкт-Петербурга и из Москвы с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Если будет установка и мы будем получать списки прибывших из этих регионов, то, естественно, работа уже отлажена на примере прибывших из-за рубежа и в том же режиме будет продолжаться. Пока мы отслеживаем только у тех людей, у которых начальное катаральное проявление респираторных инфекций. Как врач-эпидемиолог вы можете обрисовать группу риска среди жителей Свердловской области? Кто наиболее пристально вот сейчас должен следить за своим состоянием здоровья? Ну, конечно, в группу риска попадают лица старшего возраста. Это пенсионеры, лица, как называют СМИ, 65+. Но, тем не менее, я считаю, что любой гражданин должен заниматься своим здоровьем и следить за ним. Потому что, как и информация на сегодня по заболеваемости этой инфекции, показывает, что болеют и люди более молодого возраста. Тем более, что любой человек, кто-то здоров, кто-то имеет какие-то сопутствующие заболевания, независимо от возраста. И, естественно, присоединение еще к коронавирусной инфекции может просто усугубить эту ситуацию. Поэтому за здоровьем нужно следить. Ну, и у нас в городе налажен еще этап обследования пациентов, независимо от возраста. Если доктора ставят предварительный диагноз пневмония, неважно, подтвердится он или нет, то все доктора у нас этого пациента обязаны направить, и они обследуются на коронавирусную инфекцию. Мы стараемся всех направить на стационарное лечение, если диагноз подтверждается. Но если человек отказался, и он остался лечиться на дому, естественно, к нему еще более пристальное внимание. И также мы вторично обследуем его по месту жительства лабораторно. Но пока у нас таких прецедентов нет. Все выявленные пневмонии были нами направлены и пролечиваются в стационарах города. Сотрудникам, которые продолжают работать, например, сотрудники продуктовых магазинов, по возвращении домой, ну кроме того, что мы уже все поняли, нужно помыть руки и выбросить одноразовую маску, какие-то еще вы порекомендуете меры предпринимать или нет? Что касается одноразовой маски, то ее нужно менять каждые два часа. Сейчас многие уже переходят на многоразовые маски, и если перешли на многоразовые маски, то их, естественно, нужно постоянно стирать. Тоже должен быть оборот этих масок. И не просто стирать, но и проглаживать утюгом. Причем режим проглаживания должен быть такой двухкратный, я бы сказала. Это прежде всего с паром прогладить, а потом уже с сухим жаром прогладить. С тем, чтобы с точкой заведомо знать, что вирус погиб. Тем более, что он у нас по своим физико-химическим свойствам не выдерживает высоких температур. И даже, как говорят авторы и ученые, умирает от ультрафиолетовых лучей. Нужно ли чаще стирать обычную одежду, в которой люди работают? Ну, учитывая ситуацию, мне кажется, можно и каждый день менять одежду. А то, что вы сняли, сменить, постирать, прогладить, оно не повредит, ни вам, ни отчеркнет. Защитимся и от других инфекций тоже. Большое вам спасибо. Я как реман хочу сказать, вот на сегодня мы наблюдаем снижение кишечных инфекций. Снижение кишечных? Да. Стали мыть руки, наконец-то, научились. Чаще стали качественнее мыть руки, и у нас небольшое снижение кишечных инфекций наблюдается. Нет худа без добра. Спасибо вам большое, спасибо за вашу работу. Сейчас говорили с Галиной Александровной-Свириной, это врач-эпидемиолог. Врачи рекомендуют обращать внимание сейчас на свое здоровье не только с точки зрения коронавируса, потому что актуальными остаются и другие заболевания. Сейчас мы выйдем на связь с Натальей Макарочкиной, это кандидат медицинских наук, врач-кардиолог. Наталья Геннадьевна, как меня слышно? Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, нам, есть ли какое-то влияние коронавируса на людей, у которых и без того есть проблемы с сердцем? Безусловно, это есть. Это доказано еще и до момента, когда мы познакомились с коронавирусом. То есть любой вирус, который вызывает острую респираторную вирусную инфекцию, грипп, парагрипп, другие виды коронавирусов, они ухудшают течение основного заболевания, будь то ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, вызывает его прогрессирование. Ну, а дальше все зависит уже от врачей. Что посоветуется людям старшего возраста, которые сейчас соблюдают правила самоизоляции, находятся дома, планового приема в больницах нет, но у них накопились какие-то хронические, сердечные, скажем так, заболевания. Что им делать? Ну, во-первых, надо понимать, что ни в коем случае им не следует бросать лечение. Сейчас появляются литературные данные, что препараты, которыми мы лечим гипертонию, сердечную недостаточность, что вроде бы как они могут спровоцировать проникновение вируса. Но это не так, и Европейское общество кардиологов официально выпустило опровержение этого, и, соответственно, первое, не бросать лечение. Второе, что они могут сделать при условии того, что они находятся на самоизоляции. Вариант вызвать врача на дом. То есть это делается, это разрешено, поэтому если есть какие-то вопросы и хочется откорректировать лечение или, в принципе, что-то ухудшилось, нужно сделать это. Ну и третий вариант, который возможен сейчас, это онлайн-консультации. Можно с лечащим врачом связаться по телефону, ну, по каким-то средствам связи и, соответственно, тоже получить какой-то ответ. Многие люди, которые дома добровольно находятся, не гуляют, чтобы избежать распространения инфекции, замечают, что они стали больше лежать, больше есть, настроение портится, самочувствие неважное. Что посоветуете таким, еще пока не пациентам, но людям с жалобами? Что хочу посоветовать, но все-таки многое зависит от нас. То есть первое, не нужно поддаваться панике. Это основное. Второе, все-таки проводить время за тем занятием, которое нам приятно. То есть если надоела уборка и стирка, но они нам неприятны, то, соответственно, найти ту книгу, тот фильм, который хочется посмотреть. Еще есть тоже возможность проконсультироваться, либо посоветоваться с психологом. То есть онлайн это тоже разрешено. Может быть, он поможет вам решить какие-то проблемы вот эти внутренние. Потому что негатив, конечно, при сидении в четырех стенах с одними и теми же людьми, он копится. Нужно ли на самоизоляции сохранять режим дня и делать, вот сейчас очень много советуют, делать зарядку даже тем, кто ее никогда не делал? Режим дня соблюдать нужно. Но может быть не в таком жестком режиме, что каждый день я стою в 6 утра, обязательно делаю первое, второе, третье. Но может быть режим чуть-чуть сдвинется. Но соблюдать одно и то же время, когда вы отходите ко сну. Делать перерывы, если сидите за телевизором и за компьютером. Зарядку делать нужно, это было всегда. Просто сейчас, если вы это решили сделать, но никогда этого не делали, не делайте сразу очень много упражнений, которые могут тоже ухудшить ваше самочувствие. Ну, к примеру, то же самое, если никогда не занимаясь, вы встанете на лыжи и побежите в марафон 42 километра. То есть постепенное вхождение. Большое вам спасибо. Спасибо за вашу работу. Сейчас мы говорили с Натальей Макарчкиной. Это врач-кардиолог, заведующая поликлиникой клиники УГМК здоровья. Вам спасибо, что вы дома. Эфир УТВ продолжается. Пока.